МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И пригласила более сотни тысяч гостей на Поворскую агропромышленную выставку. Нам все интересно. Мы каждый год посещаем выставку с внуком. Приходим уже второй год. Нам интересно посмотреть все овощи, все животные, все выступления. В этом году у выставки юбилей. Ее проводят в 15-й раз. Под стать такому статусу и масштабы. 8 тысяч квадратных метров. Более 500 компаний из 30 регионов России, стран СНГ и Европы. И есть где себя показать и других посмотреть, подвести итоги и наметить аграрные планы на будущее. Для Самарского ПК это будущее связано с эпохой дальновидных инвестпроектов и возможностью конкурировать на мировом рынке. Мы запустили сейчас несколько очень мощных проектов, которые через 2-3 года дадут Самарской области свой продукт. Свежий, свежоохлажденный, абсолютно натуральный. И в этом смысле, конечно, для людей, живущих у нас, это будет очень-очень большое благо. Это связано с производством мяса, мяса крупного рогатого скота, мяса птицы, производством молочного продукта, производством овощей, картофеля и так далее, и так далее. Новейшие технологии и оборудование на выставке встречаются почти на каждом шагу. Сыдранские умельцы, например, представили производительную сейлку. Надо успеть весеннюю влагу. И сеять не месяц и 40 дней, а сеять 3-4 дней. Вот эта сейлка, она будет производительностью за счет уменьшения количества семян, заправки, 12-метровая, загрузки, 12-метровая, 220-250 гектаров сухих будет сейл. 220 гектаров сухих сейчас. А такая сейлка у нас сейлит 110-120. Один из самых ярких участников выставки – торговый дом «Подшипник Маш Самара». Насыщенная лучшими образцами сельхозтехники, площадка компании привлекла внимание не только искушенных аграриев, но и первых лиц области. Николай Меркушкину, официальный спонсор Агрофорума, вручил символичные подарки. Комбайн «Полесье» в миниатюре и наказ Петра Первого. Деловые партнеры предприятия, десятки фермеров и сельхозорганизаций без наград тоже не остались. За плодотворное сотрудничество «Подшипник Маш» устроил для них феррическое шоу и церемонию вручения дипломов. Торговому дому «Подшипник Маш» за вклад в развитие сельского хозяйства, за своевременные поставки техники и за качественную технику. Большое спасибо. «Подшипник Маш Самара» – это официальный дилерский и технический центр в области по продаже и обслуживанию техники белорусского производства «Гомсельмаш» и российского сборочного производства «Брянсксельмаш». Профессиональный и ответственный поставщик всегда чутко оценивает динамику и направление спроса. Компания поставила в хозяйство региона сотни единиц зерна и кормоуборочной техники. Их привлекательность, высокая производительность, качество сборки и, главное, приемлемая цена. Еще один фирменный козырь «Подшипник Маша» – качественный комплекс сервисных и гарантийных услуг. Узнаваемость становится еще больше. Техника рекомендует себя. В принципе, мы научились ее обслуживать, мы научились ее продавать. Людям она нравится. В принципе, объемы растут. Перспективы тоже неплохие. Какие перспективы? «Планируем, конечно, увеличить и модельный ряд, так как завод предлагает более мощные машины. У нас потребность у клиентов более мощные машины. То есть это говорит о том, что само производство у сельхозпроизводителей увеличивается, увеличивается урожайность. То есть потребность такой высокопроизводительной и доступной техники». Вдобавок, компания предлагает гибкие финансовые условия – от прямых продаж до лизинга и участие в банковских кредитных программах. «Перспектива нашей области – это кормоуборка, животноводство. То есть мы полностью готовы к закрытию потребностей. То есть у нас есть новые модели, высокопроизводительные. То есть также есть и средний производитель для фермеров небольших. Потому что сейчас там выделены гранты, то есть в основном они связаны на увеличение личного пособного хозяйства. Таким хозяйствам им нужны какие-то небольшие, высокопроизводительные модели. Мы тоже готовы их поставить. Также тракторная техника, она всегда, то есть у нас присутствует от минимального лошадиных сил до энергонасыщенных. В принципе, в каждый год у нас есть достижения перед заводами-производителями. В плане неплохой дилер и даже где-то лучший дилер. Еще один видный участник выставки – межрегиональная ассоциация «Веха». Этой осенью компания предлагает особые условия для индивидуальных фермерских хозяйств и небольших сельхозпредприятий. Программа представляет собой систему бонусов для постоянных покупателей. Мы презентуем на этой выставке программу, именно рассчитанную на сельхозпроизводителей с небольшим парком техники. То есть мы считаем, что нужно на них обратить внимание. Развивать малый бизнес. Развивать малый бизнес, потому что у них гораздо больше сложностей, чем у крупных хозяйств. Ассоциация «Веха» предлагает всем сельскохозяйственным предприятиям уже сейчас задуматься об обновлении техники для следующего сезона. В ассортименте весь спектр запасных частей для основных брендов отечественной и зарубежной техники. Понимаем потребности наших сельскохозяйственных партнеров и постоянно расширяем инкулатуру тех запасных частей, которые им требуются. Потому что за последние годы произошло определенное обновление парка техники. Немаловажный нюанс. Межрегиональная ассоциация «Веха» работает индивидуально с каждым клиентом. От консультации специалиста до поставки запасных частей в хозяйство. Помимо агротехнопарка, обширную площадку на ярмарке заняла отрасль животноводства. Свой товар лицом представляли предприятия, выращивающие живность и компании, представляющие услуги в этой отрасли. Максимальную поддержку в развитии областного животноводства в целом оказывает «Велес». Всего за три года работы предприятие поставило в хозяйство более 7 тысяч голов маточного поголовья крупного рогатого скота и полторы тысячи овец. У внушительного вклада есть основательная отдача. Получено более 10 тысяч телят, четверть из них – молочных пород. В планах на этот год завоз более 2 тысяч животных, из которых 12% будут племенных кровей. Они станут отправной точкой работы четырех новых ферм в Кенчеркасском, Хворостянском и Волжском районах. Тесное сотрудничество «Велеса» с хозяйствами, решившими улучшить генофонд своего стада, уже приносит плоды. Только в Кенельском районе скоро появятся два племенных репродуктора. «Одного в селе Сырейка – это ООО «Агроком» Абердино-Ангузской породы, и в селе Домашка – это ООО имени Антонова – это по Гирефордской породе. Сейчас мы вот в течение двух лет практически уже подошли, стоим на пороге получения лицензии на право продавать скот. В общем-то, весь племенной скот, который у нас есть, ну кроме того, что мы сами произвели, мы получили по товарному кредиту из ГУПа «Велеса». То есть своих денег мы не тратили. Собственно, основная заслуга ГУПа в сотрудничестве с нами заключается именно в этом. Ключевой же момент в деятельности предприятия – создание в регионе селекционно-племенного центра. Именно на «Велеса» по поручению губернатора возложены обязанности обеспечить качественной биопродукцией, фермерские и даже подсобные хозяйства. Это сервисный центр в Сергиевском районе на базе ветеринарного техникума, что позволяет нам еще, помимо всего прочего, участвовать в работе с молодежью. И это сервисный центр в Фаросянском районе, который на сегодняшний день находится, скажем так, в стадии раскрутки, но тем не менее уже определенная работа ведется. То есть вот эти два направления мы отрабатывали. В этом году мы сегодня хотим предложить губернатору и, наверное, надеемся на то, что будет принято решение по совершенствованию нашей работы, а именно это реконструкция и строительство новых ферм, оказание содействия всем желающим, кто хотел бы заниматься этим в подготовке проектно-смертной документации, в подготовке бизнес-плана под эту работу, рекомендации поставок оборудования, авторский надзор и так далее. В ближайшее время «Велес» приступит к строительству ста новых семейных животноводческих ферм. Такие планы уже одобрены областным правительством. На выставке эти начинания поддержал и губернатор Николай Меркушкин, посетивший площадку «Велеса». Любой животноводческий объект, говорят специалисты, будет сдан заказчику под ключ. Мы сегодня предлагаем проекты в части реализации единых кормовых центров, чтобы не занимался, например, заготовкой кормов, потому что это дорогостоящая удовольствие, если самому покупать всю технику, и техника используется очень мало времени в год условно, а если все это организовать в едином центре, то себестоимость молока и продукции всей будет ниже. Укрепление племенной базы области и упор на продуктивность уже реализуются в рамках сотрудничества «Велеса» с предприятием «Мордовия Госплем». За пять месяцев этого года в губернию поставлено более двух тысяч доз семени элитных быков-производителей. Несколько хозяйств, это ряда пяти-шести хозяйств уже в тесную работают через фирму «Велес» с нами. Непосредственно закупают спермопродукцию, непосредственно закупают все комплектующие материалы, то есть кроме биоматериала. Это одно хозяйство уже сейчас стоит на разработке по формированию племенного статуса, то есть готовятся документы, готовится материал, готовится план племенной работы. Непосредственно уже за такой короткий промежуток времени, то есть за год, уже такие большие шаги. В числе приоритетных и новых задач «Велеса» создание племенного генофонда с помощью технологии пересадки эмбрионов. Мы можем этот скот использовать в качестве рецепиентов, то есть этим животным мы пересаживаем эмбрионы уже племенные, и получается, что товарный скот будет производить племенных бычков-телочек, которые в дальнейшем «Велес» будет распространять по Самарской области уже потребителям. Это будет производство племенного скота внутри области. Сервис услуг, предоставляемых «Велесом», недавно пополнился еще одной новой программой. Предприятие может помочь оформить страховку на сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой. Он получает, сельхозтоваропроизводитель, информацию о нашем страховом продукте, предоставляет минимум необходимых документов и получает высококачественные страховые услуги. Причем на каждом этапе оформления документов мы идем навстречу клиенту, помогаем в оформлении, помогаем на всех этапах осуществления страховой выплаты, если наступает страховой случай. Современные технологии, строительство ферм, заявленный рост поголовья – все это этажи строящегося здания АПК региона, долговечность которого зависит от фундамента, то есть от молодых кадров и уровня их подготовки. Об этом шла речь на форуме «Развитие села. Дело молодых». Он стал центральным событием выставки. На площадке форума 22 образовательных учреждения сельскохозяйственной направленности презентовали инновационные проекты по подготовке кадрового потенциала отрасли. Хворостянский техникум, например, открыл две новые бюджетные специальности. Пожарная безопасность. Оказывается, когда в разговоре с МЧС у нас в области не хватает сотрудников пожарной безопасности порядка 800 человек. И мы первые в области открыли лицензию. У нас лицензия на право образовательной деятельности сегодня есть. Мы открыли новую лицензию, а вернее новую специальность, это экономика и бухучет, тоже для сельского хозяйства. А будущие ветеринары из Усольского колледжа хвалились высокими наградами и показателями. Выпускники стопроцентно поступают в УЗА и затем трудоустраиваются. У нас много отличников. Мы привозим кубки. У нас по России кубки. И по Приволжи у нас тоже. Те знания, которые нам дают преподаватели, с этими знаниями, можно пойти дальше в будущее. На форуме губернатор Николай Меркушкин и учащиеся говорили о перспективах Самарского агропрома. О востребованности профессий, узких местах образовательного цикла и трудоустройства. Государство, государство, но сейчас во многом рынок определяет, какие специалисты больше нужны. Я сразу вам хочу сказать, если говорить о сельском хозяйстве, сейчас на вес золота, на вес золота ветврачи. Понимаете? Я, если бы было сейчас, условно, среди вас ветврач 2-3, и вы прошли бы тест, я сразу вам хочу сказать, вам бы сразу дали по 100 тысяч заработную плату. Нужны, естественно, специалисты в земледелии. Без Самарской сельскохозяйственной академии агропромышленная выставка пройти не могла. Здесь создают рабочие кадры этой отрасли. И потому презентация вуза привлекла особое внимание губернатора Самарской области. Николай Меркушкин поинтересовался достижениями академии и тем, как идет приемная кампания. Здесь есть особый критерий отбора абитуриентов. Для нас очень важно, чтобы человек пришел тот, который любит работать на земле, любит село. Потому что только так можно сегодня рассуждать о будущем нашего села. И, конечно же, мы показываем те проекты, которые показывают о развитии этой отрасли, очень важной отрасли, самой главной отрасли. На выставке для абитуриентов провели профориентационные беседы. Рассказали о традиционных и новых специальностях. Осветили условия господдержки тех, кто трудоустраивается после окончания вуза. Своеобразная фишка сельхозакадемии – презентация инновационных разработок своих умников. Вот этот смеситель кормов изобрел Нарек Чингарян. Экспериментальная установка уже прошла стендовое и производственное испытание и получила два патента. Изобретение получило грантовую поддержку, а значит уже скоро им смогут вооружиться и сельхозпроизводители. Проделилась эта идея, потому что на существующий момент мало устройств подобного типа. Те, которые есть, у них большая энергоемкость и высокие затраты на себестоимость кормов. Вот эта установка позволяет производить корма как из целых зерен, так и из дробленого зерна. Академии уже более ста лет, и она не стоит на месте. Вот и сейчас планов на будущее много, и к их реализации уже приступили. Сегодня вот в рамках нашей экспозиции приехали наши коллеги из Германии, с которыми мы планируем реализовать ряд проектов. В том числе это получение двойных дипломов, это зарубежные стажировки, это стажировки наших студентов, ученых. И, конечно, мы хотим себя позиционировать не только на региональном уровне, но и на международном уровне. Специальности, которые предлагает Академия, перспективны. Современным премудростям ведения и содержания сельского хозяйства местных студентов обучают с первого курса. За выпускниками Академии «Аграрное будущее» Самарской области. А вот об этом событии просто нельзя не сказать. Роскошным украшением ярмарки стал конкурс красоты среди молочных буренок галштинской породы. Подобный смотр проводился второй год подряд. Еще за несколько месяцев до этого необычного дефиле перед публикой, номинантки приучались к уздечке и часами проводили время в коровьих косметических салонах. Красоток тщательно намывали, стригли и делали укладку. Вдобавок им полировали рожки и делали модный маникюр. Три месяца работали над коровой, выводили каждый день строго, хотя бы часок, но уделяли животному, выводили. Поэтому так получилось, что сегодня мы удачно выступили и спасибо корове, конечно. Что оценивалось прежде всего? Оценился, конечно же, экстерьер, а самое главное, конечно, качество выменя. Лучшими в статике и проходке стали галштинские «Мадонны» и юные красавицы из хозяйства Ставропольского района. Остальные участницы без подарков не остались. Десятки конкурсов, бойкая торговля, самобытный колорит сельской улицы. На выставке хватило места и обширной деловой программе. Областное министерство сельского хозяйства заключило соглашение с тремя иностранными партнерами. Чешская компания привезет технологии строительства молочных комплексов. А канадские и немецкие коллеги помогут внедрить инновации в свиноводство. Цель подписания соглашения с этими двумя компаниями, канадской и немецкой, это построение селекционного гибридного центра по свиноводству в Сызранском районе. Сегодня выбрана площадка, нам нужна канадская селеция и немецкая технология по производству племенных свиней. И свиноводство – это сегодня самое узкое место в Самарской области. Мы надеемся, что с помощью вот этого долгосрочного договора нам удастся решить эту проблему. Уже подсчитано. В рамках выставки были заключены договоры с 62 предприятиями на поставку сельхозтехники и оборудования на сумму почти в 400 миллионов рублей. Реализовано свыше 150 тонн картофеля, более 20 тонн овощей, 20 тонн арбузов, 5 тонн мяса и колбасных изделий, 2 тонны молока и молочных продуктов, более 10 тонн яблок, по 2 тонны меда. Словом, никто с выставки с пустыми руками не ушел. Редактор субтитров А.Семкин